Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин Россия участвует в создании энергетической независимости Турции. Кроме этого, Россия подтвердила решение ускорить поставку Турции зенитно-ракетных систем С-400. Об этом и объявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. Напомню, что впервые разговоры о продаже оборонного зенитного вооружения заговорили еще в июле прошлого года. Есть регионы, в которых Турция накладывает ограничения на размещение своих зенитно-ракетных комплексов. Ну, именно натовских. Это прежде всего на проблемных границах с другими странами НАТО. И Турция заявляет, что российские комплексы могут быть везде, на них эти ограничения не распространяются. И таким образом она обеспечит свою безопасность. Продажа такого оружия в стране участницы НАТО звучит как минимум странно. Но российские военные, а также политологи утверждают, что Россия продает только оружие, а не технологию. Во-первых, в сделку не входит передача технологий. По крайней мере, легально этого Турция сделать не может. Она покупает 4 дивизиона за 2,5 миллиарда долларов. И это исключительно только сами ракетные комплексы. Но не технологии и не лицензии на сборку. Но даже если предположить, что Турция будет играть нечестно, и попытается эти ракеты у себя копировать, то для России это не критично, потому что у нее уже есть ракета следующего поколения С-500. Всего Владимир Путин пробудет в Турции 2 дня и покинет Анкару 4 апреля. Олег Кашин, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин